Азербайджан хочет добиться, грубо-то глобально говоря, двух вещей. Первое – это бумаги договора чего-то подписанного армянами, что можно представить как признание Армении территориальной ценности Азербайджана вместе с Нагорным Карабахом. То есть то, что Нагорный Карабах находится в составе Азербайджана. И вторая вещь, которую он хочет добиться – это в реальности сделать так, чтобы разговор перешел из формата обсуждения статуса Нагорного Карабаха или статуса населения Нагорного Карабаха в права армяноязычных или там армян по происхождению граждан Республики Азербайджана. То есть перевести проблему из проблемы Нагорного Карабаха в проблему обсуждения прав людей, которые проживают в Азербайджане. Ну, там, предположим, им будет даваться возможность обучения на армянском языке. Возможно, им там будет даваться, ну, я не знаю, какой-то радио будет на армянском языке и так далее. Вот то, чего пытается добиться Азербайджан. Он давно этого пытается добиться, но вот сейчас это очередная очередная попытка сделать так, чтобы в Армении, как минимум, начала обсуждать формат такого рода решения. Азербайджан методом того, что он делает, является сочетание предложений, от которых очень часто бывает трудно отказываться, да, потому что объяснять мировому сообществу, что он, тем более после того, как было соглашение 9 ноября 2020 года, объяснять, что мы не собираемся вообще разговаривать. Мы не хотим, чтобы был мир, да, мы не хотим там взаимодействовать и так далее. Ну, мягко говоря, чрезвычайно сложно. И вот это сочетается с давлением прямым, включением газа, давайте называть вещи своими венами, да. В Арцахе, я имею в виду, когда вот объявляют эти самые громкоговорители. И, то есть, вот сочетание давления и предложений, это методика Азербайджана контроля. Сказать, что Армения сдерживает это давление, можно так говорить по-разному в разных сферах, потому что реально на границах Арцаха и Азербайджана, на нынешних существующих границах, стоят русские. И то, что сдерживает Азербайджан, это русские миротворцы. И хорошо или плохо сдерживаются эти акции Азербайджана, которые на земле происходят, это делают русские миротворцы. Хорошо они это делают или плохо, это делают они. Более того, это происходит ведь не только с Азербайджаном, это происходит и собственно с Республикой Армения. То есть, на границе Республики Армения и вот новой границе, да, вот с Азербайджаном, который образовался в результате войны, там стоят, конечно, армянские военнослужащие тоже. Но сказать, что удается так по-настоящему сопротивляться давлению, трудно, потому что, ну, сейчас вот примерно год, как Азербайджанские вооруженные силы находятся, собственно, на территории Республики Армения, да. И тем не менее они там продолжают находиться. Поэтому, ну, сказать, что только Армения выдерживает это давление нельзя. Более того, трудно сказать, что она выдерживает это давление. С другой стороны, конечно, не просто делать. Это все результат проигранной войны и в Армении ресурсов для того, чтобы противоставить этому давлению, ну, мягко говоря, чрезвычайно мало. На дипломатическом поле происходят какие-то телодвижения. Конечно же, пока никакого документа после, сколько-нибудь существовало после вот того самого 9 ноября подписанного не было. Но, повторюсь, Азербайджан комбинирует разные виды давления. Азербайджан очевидным образом чувствует, что может наступить какой-то момент, он не наступил, но может наступить какой-то момент, в который, ну, Россия будет, мягко говоря, очень сильно занята. Она и сейчас очень сильно занята. И понятно, что сейчас Россия реагировать резко, остро, по-настоящему сильно на то, что происходит на границах Арцаха и Азербайджана, не будет. Если это будет касаться безопасности собственной Арцаха, если это будет в отношении русских военнослужащих, это другой разговор, и придется реагировать. Но этого, естественно, не происходит. Соответственно, в этой ситуации Азербайджан, я бы не сказал, что он пытается прямо сейчас эту проблему решить, но он прощупывает красные линии. Он прощупывает флажки, он смотрит, до какой линии ему можно дойти в этих давлениях на и Арцах, и Республику Армения, и пытается, так сказать, выстроить свои возможности в связи с этим. Там же силы накапливаются, там не просто стреляют ребята. Это, как будет дальше, очень-очень сильно зависит от того, как будут развиваться дела на Украине. Но, в общем, да, эти процессы очень связаны. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.